Всем привет, друзья! Вы на канале Вкусные Истории. Сегодня у меня обзор закусок из пивного магазина. И начать я решил с мясных закусок. Также есть целый холодильник рыбных закусок. Это пивная берерия номер один. Я покупал на Рыжкановке. И что мне у них нравится? У них огромный выбор пива. Прямо, я не знаю, видов 40, наверное. Огромная стена и большой выбор закусок. Это не реклама, это я просто там периодически покупаю. Там есть конина. Вот эта конина, очень вкусная штука. Я сейчас все перепробую, расскажу вам свои ощущения вкусовые. В общем, погнали. Набираем 100 лайков под этим видео. И я снимаю рыбный, рыбный холодильник. Еще в два раза больше, чем мясной у них в этой берерии номер один. Так что лайк поставьте, не поленитесь. И так как это все закуски, я взял бутылочку пива. И мы начинаем. Все эти мясные изделия не дешевые, потому что это закуска. Они сыровяленые. Они очень долго вялятся. Что-то есть подороже, что-то есть подешевле. Вот здесь по буквально 40-50 грамм всего. Будем здравы. Ну и начну я с самого низкого по цене. 15 лев стоит 100 грамм. Это сухарики. У них есть три вида. Острые, с красной икрой и с сыром. Я взял с сыром. Они, как вы видите, прям засыпаны специями. Пробую. Кстати, я вот тут пересчитал. Если брать на... Ну вот то, что в магазинах сетевых продаются сухари. Это примерно та же цена. Но я вам скажу, это вкусно. Это намного вкуснее. Они острые. Есть сырный вкус. В начале. А в конце острота. Офигенные сухарики, я вам скажу. Сухарики мне понравились. Отличные, хрустящие, вкусные и засыпанные специями с сухарей. Следующее. Свиные ушки. Стоят они 30 лев за 100 грамм. Сразу говорю, я свиные ушки не очень люблю. Поэтому, если мне вдруг не понравится, то не судите строго. Это, мне кажется, больше даже за вкус под водочку. Потому что вкус сала и хрящики хрустят. Честно говоря, я останусь при своем мнении. Я не очень люблю этот продукт. Далее. 35 лев стоит вот этот сыр. Как сыр косичка или копченый сыр. Пробую. Ох, прям сильно копченый. Такой ядреный. Классный как раз для пива. Если я не ошибаюсь, тип сыра это сулугуни. На волокна разрывается. В общем, по сыру тоже все классно. Мне нравится. Далее, друзья. Свинина от рога. Там так и написано на ценнике. Стоит она 35 лев за 100 грамм. Как сыр. Рвется на волокна. Копченое. Пробую. Сыра копченая, естественно. По специям, по соли все отлично. Без переборов. Единственное, тут вот идет слой сала. И его практически невозможно перекусить. А если миновать этот слой сала, то отличная жвачка такая мясная из свинины. Но ничего особенного в ней нет. Далее. Переходим к самым дорогим продуктам из нашего списка. Это куркан. Индюк. Сыровяленый. Стоит он 55 лев за 100 грамм. Пробую. Вот это намного нежнее от свинины. Вкусное мяско соленое. Чувствуется паприка. Чувствуется карри, скорее всего. Молотый черный перчик. Это остро. Но остро в меру. По структуре очень приятно. Легко жуется. Волокнистая. Вкусненький. Такой этот индюк получился. Но это все-таки птица. Поэтому она в принципе такая должна быть. Но по мне пересолена. Надо запивать почаще. Далее пробую говядина. Вот такая она темно-красная, бордовая. Также она стоит 55 лев за 100 грамм. Пробую. Ну и здесь уже говядина чувствуется. Яркость вкуса намного мощнее, чем у птицы. И по специям отлично. По соли отлично. Даже менее острое, чем вот этот индюк. Отличная говядина. Мне прям понравилось. Еще одна, друзья, свинина. За 55 лев 100 грамм. Но это сыровяленая, а это копченая. По структуре, по фактуре, по волокнам. То же самое, что говядина. Но эта свининка, я вам скажу, мягкая, вкусная, волокнистая. Жьется отлично. По специям без переборов. В общем, мне нравится. Ну и виновник сегодняшнего торжества. Из-за которого я в принципе и решил сделать этот обзор. Это конина. Также сыровяленая конина. Стоит она также 55 лев за 100 грамм. Пробовал как-то. Мне очень понравилось. Как просто необычное мясо. Пробуем. Что я могу сказать по конине? Если пробовать на фоне всего этого, то, конечно, ничего особенного в ней нет. Но когда вы пробуете ее первый раз, это необычное мясо. Это новый вкус мяса. Вот так вот я вам скажу. Советую попробовать обязательно. Но что могу сказать по минусам? Если здесь нет никаких прожилок, ничего, здесь все чисто, все жуется равномерно. Здесь встречаются прожилки. И лучше их просто оторвать, чтобы их долго не жевать. Попробуйте. Для себя что-то новое по вкусу откроете. Какие друзья могу подвести итоги по мясным закускам из пивной номер один? Очень меня удивили и порадовали сухари. Ушки нет. Ну, я не люблю ушки. Сыр отличный. И больше всего из представленных продуктов мне понравилась вот эта говядина сыровяленая и вот эта свинина сыровяленая. На их фоне конина уходит на второй план вместе с индюшатиной. Спасибо всем за просмотр. Обязательно набираем 100 лайков. И я снимаю рыбу из этого заведения. А может быть и пиво потом снимем, потому что выбор у них огромнейший. В общем, всем желаю хорошего настроения. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.